Здравствуйте Уважаемые зрители и подписчики моего канала Меня зовут Андрей Гой И вы на канале Авантюра Плюс Всем привет Я продолжаю осваивать берега озера Петровского Вот я опять на новом месте Очень красивое местечко Здесь я еще не был с этой стороны Попробую ловить здесь Со мной опять две удочки Буду ловить на снасти Инлайн Начнем рыбачить Для рыбы у меня сегодня Приготовлены в качестве наживки Черви Опарыши Красные и белые В качестве прикормки Прикормка Дунаев, Лещ, Фидер Попробуем такую Светлая И Перловая крупа Каша сваренная Тоже Все для нее Мешать я буду в таком ведре Сейчас замешаю И приступлю к ловле Вот червяки какие Уже разбегаться пытаются Размешал прикормку С перловкой Консистенция Хорошая Сейчас она впитает в себя Влагу И Начну Собирать я удочки Пока Пока прикормка готовится Поставил немножко перловки На Наживку На крючок Остальную В прикормке Ну что ж друзья Расскажу вам сейчас Немножко о том Месте где я рыбачу Вот я забросил Две удочки Левая удочка Дистанция лова Около 40 45 метров Глубина Около 2 3 метров Монтаж Инлайн Там у меня сейчас Стоит крючок Восьмерка Гамакацию Не очень большой И на нем Опарыш Белый и черный Место прикормлено Закинуто 5 кормушек Направление Заброса Вот Прогалина На том берегу На правой удочке Такой же крючок Поводок 0.12 Леска Но На крючке У меня Перловка Расстояние до точки лова Метров 35 Дно Илистое Направление Вот березка На том берегу Хорошо заметная Погода Такая Очень Ветреная Но ветер Немножко в стороне Я получается За деревьями Спрятался На берегу Но Волну гонит Довольно таки сильно И удочки Видно Кончики Реагируют на волну Но посмотрим Я думаю Что поклевка Рыбы Я все равно Не пропущу Вот иногда Проглядывает Солнце Тучки Ходят Такие Разнообразные И большие Темные И маленькие Светлые Ну и ветер Соответственно Довольно таки Сильный Так что Ловим Даже можно Одеть Солнечные Очки Я думаю Уже Такая Прогалина На небе Без Туч Без облаков А ведь Только что Проходила Темная Туча И было Так темно Я думаю Меня сейчас Зальет Как на Прошлой Рыбалке Ну Надеюсь Все таки Что это Уже Прошло Прошли Эти Тучи Так Да Надо Переодеть О Поклевка Была На правой Удочке На Перловку Так Надо Одеть Другие Очки Против Солнца Неудобно Смотреть Солнечные Очки Конечно Гораздо Удобнее Они Мало Того Что Солнечные Еще И Поляризационные На Рыбалке Это Очень Удобно Нет Бликов От Воды Так Рыбка Пока Неактивна Таких Поклевок Уж Сразу Я не Вижу Но Посмотрим Покормим Прошлый Раз На Рыбалке У меня Рыба Начала Клевать Аж Где-то После Часа Двух Опять же Будем Варьировать Наживку У меня Есть Черви Есть Перловка Есть Опарыш Буду Пробовать Разнообразные Наживки Заодно Посмотрю Как Там Поживает Опарыш Может Его Надо Уже Поменять А Может Его Уже Съели И Я Не Заметил Как Все Возможно Возможно Оба Оба Опарыша Не Пожеванные Не тронутые. Поменяем, попробую и с этой стороны перловку насадить и заброс. Прикормки у меня сегодня на день ловли. Получилось в общем 2 килограмма. Я думаю на две удочки мне хватит. Опять же, если будет клев, то я могу оставить одну удочку. Ветер довольно-таки сильный конечно. Так, солнце будет мне все время, получается, на меня. Оно будет проходить прямо передо мной до самого вечера. Так что придется как-то от него прятаться, если его будет много. Дно илистое. Ближе к берегу метров в 20 начинается ракушка. Вот туда за ракушку я и забрасываю. Посмотрим, как отреагирует рыба на мою прикормку сегодняшнюю. Понравится ли ей каша, понравится ли ей эта магазинная прикормка. Здесь у меня хорошо работала подсекайка красная. Такого красного цвета. Но не удалось мне на эту рыбалку ее взять. Магазин был закрыт. Поэтому, что было, то и взял с собой. Можно попить водички пока. И перезакинуть, наверное, соседнюю удочку. Порывы ветра довольно сильные налетают. И волна идет хорошая такая. Сюда. О! Даже не поймешь. Поклевка это была или на волне удочка дернулась. Я думаю, приспособлюсь. Теперь заброшу и эту удочку. Друзья, смотрите, какие живописные тучи ходят надо мной. И ясное небо виднеется. И тучи черные, мрачные. И ветер. Вот рыба пока не реагирует ни на что. Возможно, из-за этого может перемена погоды, давление. Мало ли что. У меня есть время. Буду экспериментировать. Буду пробовать. Но ветер сегодня довольно-таки сильный в мою сторону идет. 12 часов дня. Рыба молчит. Пока что не отзывается ни на какие мои наживки. Я пока кормлю ее, жду. Наслаждаюсь природой. Любуюсь видами. Красивое озеро. Прекрасные берега. Водичка. Кстати, водичка еще не совсем холодная. Так, вчера я видел еще люди здесь даже купались. Так что сижу, любуюсь местными красотами. Но мне уже хочется ловить рыбу все-таки. Давай, ловись рыбка. Большая и маленькая. Была одна поклевка на червяка. При падении кормушки. Но после этого червяка так и не тронули. Думаю, что надо сейчас опять попробовать нацепить червяка. Потому что ни на опарыша, ни на перловку, ни на красного опарыша, ни на белого. Пока рыба не отзывается. А она же здесь есть. Раз есть вода, значит есть рыба. Начались поклевки. На опарыша клюет. На червяка так и молчание. Не хочет рыба реагировать. А вот на опарыша уже поклевки были. Наверное, стоит продолжать с опарышем. Ветерок такой, то стихнет, то опять подует посильнее. Непостоянный. Эксперименты. Как уговорить рыбу. Ох, солнце припекает. Но это даже приятно. Потому что при таком ветерке, когда солнце печет, его даже особо не замечаешь. Я, правда, здесь в затяжке в таком. У меня деревья справа. И ветер справа, он на меня практически не попадает. Он идет там, на воде. А я тут в таком, в комфортном довольно окружении сижу. Посижу еще часик. И посмотрю, как поведет себя рыба. Если будет так же слабо клевать, я, наверное, уйду на свое проверенное местечко туда. В сторону, в ту озеро. Там, где я ловил уже подлещиков. И там даже с ветром они ловились. Здесь вот буквально две поклевки, две-три поклевки и все. Больше я не вижу, чтобы рыба интересовалась наживкой. Может зависит от того, что здесь все-таки глубина поменьше, чем на тех местах, где я ловил до этого. Друзья мои, перешел я на другое место. Здесь менее ветрено, чем в том месте, где я был передано начально. Я промерил глубину, проверил дно и забросил удочки. Начнем ловить. Эта бухта защищена более или менее от сильного ветра. И рыбачья здесь, конечно, более комфортная, чем в том месте, где я был в начале. Ну, посмотрим, как здесь рыба. Ну, поклевки уже были. Поэтому я думаю, что рыба здесь есть и будет клевать. Сейчас прикормим. Несколько кормушек закину. И рыба увидит, чем я ее кормлю. И придет на накрытый стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, начало положено. Первый подлещик есть. Мне таких нужно три. Так что... Природа, ты слышишь? Мне нужно три таких подлещика. Пожалуйста, обеспечь. Ловись. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Поклевок практически нет. Это была единственная поклевка за час. И клюнул этот подлещик на червя с опарышем белым. Посмотрим. Насадил опять такую же комбинацию. Может там он был не один. Я надеюсь. И придет еще кто-нибудь ко мне в гости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень-очень редкие сегодня поклевки. На предыдущем месте было буквально две поклевки. Здесь две поклевки. Рыба не хочет. Не хочет на крючок. Вот опять кто-то клюнул. Сейчас посмотрим. Похоже на подлещика. Да, да. Так, а где у меня? Вот она. Так, да, подлещик. И мы его сейчас вытащим. Оп. Вот такой красавец. Опять сработал червяк с опарышем. Опять сработал червяк с опарышем. И вот он опять вылетел. И вот он подлещик. Второй. О, и здесь поклевка. Оп. И здесь что-то есть тоже. Тоже похоже на подлещика. Нет? Сошел. Ну ладно. Ничего страшного. Перезабросим. Да, сегодня рыбалка немножко необычная. Долго приходится ждать поклевок. Плотва не клюет. Клюют подлещики. Но не сразу. Через несколько минут после заброса поклевки происходят. Ух. Продолжение следует... 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 Ужин готов... Посмотрите, какая красивая рыбина... Желаю, чтобы у всех такая ловилась... И была на столе... Продолжение следует... Продолжение следует...